Всем привет! Честно, я очень сильно волнуюсь. Первый для меня урок в таком формате. Но перейдем к делу. Нас окружают линии везде. Когда мы посмотрим, везде линии. Мы просто привыкли к этому. И все, что мы видим, все состоит из линий. Вот, например, очертания молотка. Это линии. Буквы. Цвет разделенный. Форма. Все это линии. Любой предмет состоит из линий. Есть линии простые, есть линии сложные. Но все равно из них состоят любые формы предметы. Все, что нас окружает. Мы к этому привыкли. Линии можно даже изобразить. Везде. В конструкциях присутствуют линии. Везде. В одежде. В мебели. Сейчас свет включу. Даже в тени. В отражении. Везде присутствуют линии. Материалы. Материалы. В управлении стен. Везде. И формы линий могут быть какие угодно. Несмотря как эта линия расположена. В любых предметах быта. В Донетелии. В таком вот балагане этих линий просто очень много. И когда мы смотрим на подобный балаган, мы что делаем? Мы тут же начинаем считывать по линиям предметы. Предметы. Главные. Второстепенные. Какие угодно. Вот, кстати. Планшет. Также состоит из линий. На фоне стены, состоящей из линий. Стекла. Все имеет линию. И пол. Даже этот атрибут, спортивный, имеет линию. Вот, пожалуйста. Вчера. Лариса говорит. Давай нарисуем солнце на стене. Как же линия? Все очень просто. Все из линий. Все, что нас окружает. Даже эти жалюзи. И если их открыть, вот вам линии в архитектуре, в пейзаже, в облаках, в деревьях. Во всем. В предыдущий раз я вас ознакомил с всевозможным инструментом, которым можно рисовать. У меня есть какое-то количество. И... Есть, вроде бы, это фломастеры, ручки. Есть разные виды пастелей. Это масляная пастель. Мне, наверное, вот этот черный цвет подойдет. Из-за кусочек его. Вот. И ручка черная. И закреплю сейчас бумагу. Покажу кое-что. Да. Я вам скажу, что здесь... Что такое? Пришлось сменить цвет освещения. Потому что при том освещении, как вы его убедились, все прыгает. Объясняет мне, что есть линия. Ну что? Обычная традиционная ручка. Так. Мне, может быть, освещение по-другому поставить. В принципе, если тень, тоже хорошо. Все мы привыкли ставить точки. Но точка это... Все равно линия. Смотря, как ее рассматривать. Ее можно очень тонкую поставить. Можно ее разукрасить. Но все равно это линия. Если под микроскопом посмотреть, это будет огромная территория. Огромная площадь. Всегда нас просят обычно в детстве нарисуй круг. Круг нарисовать. Это задача серьезная. Потому что в первую очередь, что другой круг это уже ответственность. Это фигура. И круг очень тяжело нарисовать. Чтобы его назначить кругом. Правильно? Правильно. А если нам скажут нарисуй солнце и ребеночек берет берет любую обычный фломастер почему синий? Мне нужно желтый взять. И рисует солнце. с лучиками. Может даже вот пожалуйста ребенок пользуется линией чтобы изобразить солнце и прямыми и кривыми так же ребенок может изобразить облака. Правильно? Правильно. Дом. Дом. Линия. Везде присутствует линия. Но в то же время здесь есть фигуры. Треугольник. Прямоугольник. Круг. И если так посудить то здесь тоже круги. Просто это сложная фигура. Понимаете? Все что угодно. хоть те же волны. Так мы с вами подходим к такому моменту что если повторять линию у нас получается с вами какая-то орнаментальная полоска которую нужно заполнить как угодно чем угодно но все зависит еще от того насколько у человека твердая рука потому что чтобы рисовать так нужно рука твердая опять же твердость моей руки и рисование зависит исключительно от меня у кого-то слабше могут получаться линии прямые у кого-то тверже но смысл весь в том что линии то получаются так поэтому изображая любую фигуру мы это видим все видим все это мы можем так что все линии которые нас окружают мы также можем изображать например кнопка все очень просто так что попробуйте просто на листе бумаги любым инструментом что-нибудь изобразить здесь почетче можно все очень просто и у вас все получится все что вы хотите нарисовать чтобы объяснить о чем вы говорите если вам нужно изобразить допустим я видел шарик вот и все я видел горы я видел берег с камешком все просто я видел человека я надеюсь сегодня этот шаг уже сделал и все в нем ясно попробуйте дома себя порисовать линии просто произвольно порисовать и вы скажете себе ухты а я ведь могу рисовать могу просто так сидеть и чиркать и убедитесь что у вас все получается все все что угодно все что вы хотите заметьте я стал закрашивать некоторые пятна ну что это тоже интересно пробуйте пробуйте все очень просто и самое интересное что когда вы что-то рисуете у вас появляется настроение благодаря этим мнениям это все и все и все и все Побовайтесь. Всем удачи. Бай-бай. До следующей встречи. Бай-бай. Вы были на уроке с Ренуаром.